Подводные города. Интригующе звучит, не так ли? Давайте представим, что спустя годы перенаселение на планете достигло предела, и человечество в поисках спасения обращает свои взоры на новые водные горизонты, где сквозь лучи голубого сияния на зыбком дне люди начинают создавать свои метрополии, объединяя города, возводя фабрики и заводы, соединяя все это технологическими тоннелями. Именно вот такую вот историю рассказывает нам Владимир Сухи и его игра «Подводные города» в локализации от Hobby World. Ну что ж, пойдемте за стол. Как вы поняли, сегодня на обзоре у нас евро на выставление рабочих и менеджмент-карта части постройки своего движка, в которой игроки будут собирать различные водоросли, создавать сталипласты, строить вот такие вот несимбиотические и симбиотические города-купола под водой, а также прокачивать свои заводы, фабрики, ну и, конечно же, это все будет делать в надежде создать самый лучший подводный мегаполис. Ну что ж, давайте посмотрим, как это можно сделать. Вот так вот выглядит у нас раскладка на два игрока. Ну, в общем, я сегодня вам хочу показать вообще все возможности этой игры, и вы все, я думаю, поймете. Итак, перед началом партии каждый из игроков получает свой персональный планшет, на котором он выставляет один несимбиотический город-купол на специальную ячейку, которая находится в самом дали от всех остальных гексагональных ячеек. Кроме того, есть у нас еще и три метрополии, две из них у нас синим задником, они как бы обычные и дают бонусы по ходу игры, ну и, возможно, конечно, каждую фазу производства, а есть еще и специальный тайл, он коричневый, это метрополия, которая дает бонус в конце игры. Также каждый игрок получает еще один сталипласт, одну науку и одни водоросли, и два кредита. Ну и еще каждый игрок получает шесть карт из первой эпохи, потому что всего у нас будет здесь три эпохи, которые у нас отмечаются вот здесь вот на специальном треке, и как только маркер будет пересекать фазу производства черную ячейку, то мы будем менять эпохи, и будут меняться и колоды, с помощью которых и будет происходить игра. Итак, игрок получает шесть различных карт, из которых он должен оставить три на руке, но, в принципе, это все зависит от того, какие действия собирается выполнить игрок, потому что все здесь зависит именно от того, какие по цвету ячейки будут выкладываться, на какие по цвету ячейки будут выкладываться жетоны игрока. Потому что активация данных карт происходит лишь тогда, когда совпадает цвет выбранной ячейки с цветом карты, которую игрок, собственно, и выбрал. Но об этом поговорим чуть попозже. Давайте игрок оставит себе три карты, и, в принципе, пока на этом мы и закончим. Остальные карты, конечно же, уходят в отбор. Также каждый игрок получает еще своего персонального помощника. Это специальная карта, которую можно будет активировать по ходу партии и получать бонус, который указывается в верхней части данной карты. Ну и еще необходимо обратить свое внимание на данный трек порядка хода, потому что игрок, который будет ходить первым, начинает с последней ячейки на соседнем треке Федерации, ну а последняя, соответственно, уже начинает выше. И в данном случае синий игрок получает еще и дополнительно сразу один кредит к стартовым ресурсам. Итак, как же происходит сама игра? Она длится несколько раундов, в каждом из которых игроки должны выложить все свои фишки действия на поле, на различные ячейки и разыграя карты, активировать их и получить некие бонусы. Итак, как вы видите, у нас все ячейки действий делятся на три типа. Зеленые, красные и желтые. И они, в принципе, имеют различные по силе свойства. Зеленые у нас самые простые, красные средний эффект имеет, а желтые самые мощные. Но все это компенсируется именно картами, которые есть у нас на руке, потому что зеленые карты имеют самый мощный эффект, желтые имеют самый слабый, а красные соу-соу, скажем так, средний. Итак, ну что ж, давайте пройдемся по действиям и вообще способам их активации. По очередности хода игрок выбирает одну из своих фишек и выкладывает на любую ячейку. Ну, к примеру, игрок выкладывает на первую ячейку, которая есть вот здесь вот, и свой жетон. А после он должен сразу же разыграть одну из карт, которые есть у нас на руке. Ну, причем, что самое интересное, если игрок разыграет карту, которая будет соответствовать цвету данной ячейки, то, соответственно, он сможет ее еще и активировать. Но остальные карты он сбросит. Причем игрок не может не разыграть карту, он обязан разыграть хотя бы одну карту. Независимо от того, какой ее будет цвет. Игрок разыгрывает зеленую карту под названием спецотряд и выкладывает ее перед собой. А после игрок может решить, что первым он будет делать, активацию ячейки, либо же активацию действия. Но у нас как бы карта спецотряд имеет такое пассивное, скажем так, действие. Она, в принципе, дает возможность получать один столепласт, когда мы будем разыгрывать карту, которая будет не соответствовать ячейке, цвету ячейки, которую мы активируем. То есть можно ее, в принципе, сделать и сейчас. Тем более, что действие у нас карты также делится на несколько подгрупп. И вот такая бесконечность, которая написана вот тут в углу, это обозначает то, что данная карта будет действовать постоянно. То есть в любой момент, когда это будет происходить, я буду получать данный бонус. Кстати, что самое интересное, на данных картах сверху указывается все в пиктограммах, свойства, которые будут активированы на данной карте. А снизу у нас есть еще и текстовое обозначение. Если вдруг вам непонятно, что написано сверху, вы можете всегда обратиться вниз и прочитать, что же тут оно обозначает. Но карты у нас на самом деле делятся на несколько типов. Как я сказал, уже бесконечные. Есть еще специальные карты активации с буковкой А. Их очень много в колоде. И одна из них это личный помощник, стартовая карта у игрока. Кроме того, есть еще и карты с вот такими вот шестеренками. И они активируются только в фазу производства, которая наступает у нас после первого, второго и третьего этапа эры. Ну а также есть еще и мгновенные карты, после розыжения которой мы сразу же можем выполнить то свойство, которое указывается вверху данной карты. Итак, мы выложили карту и ее активировали. После этого мы переходим на само действие и активируем его. Здесь нам сказано, мы можем взять две карты из колоды эпохи, которая у нас сейчас идет. То есть из первой колоды мы берем две карты. А после, за один же тон науки, мы можем улучшить одну из наших ферм, либо же заводов опреснительных, либо же лабораторий. Но, что самое главное, у нас пока они еще не построены. И я зря взял это действие, потому что оно по факту ничего пока нам не приносит. Но, с другой стороны, мы можем получить одну водоросль, если мы не хотим выполнять данное действие. Что мы сейчас и сделаем. Мы получаем один жетон водоросли. Другой игрок может сделать другое действие, выполнив, выложив свой жетон и заблокировав одно из действий, которые есть на поле. И, соответственно, данную ячейку уже ни один из игроков не может активировать. Ну, к примеру, второе действие это у нас повысится по треку федерации. Игрок сразу же повышается на два пункта, вне зависимости от того, где он стоит, и получает те бонусы, которые он, соответственно, прошел на ячейках. В данном случае это один кредит и еще один сталипласт. Третье действие, которое доступно в зеленой области, это у нас постройка одного из куполов. Причем мы можем построить как симбиотический, так и несимбиотический купол. Чем они отличаются? Ну, кроме того, что они отличаются цветом. Кроме того, симбиотический город дает еще и очки в каждой фазе производства. А вот несимбиотический просто находится на поле и, в принципе, ничего не приносит. Цена. Цена данного вопроса у нас указывается на вот таких вот специальных планшетах. Это очень довольно-таки удобно. Здесь у нас указывается, сколько стоят наши заводы, фабрики и лаборатории, тоннели, а также симбиотические и несимбиотические города. Итак, чтобы построить несимбиотический город, нам потребуется два столепласта, одни водоросли и один кредит. Ну, а чтобы построить симбиотический, это специальное волокно, также есть у нас один столепласт, одни водоросли и два кредита. Ну, биоволокна у нас нет, поэтому мы строим обычный город. И для этого нам потребуется заплатить два столепласта, одни водоросли и один кредит. И мы можем выставить наш город. Причем, самое интересное, что выставляя город, мы должны его выставить просто на расстоянии, грубо говоря, одного тоннеля от места, где у нас уже есть наш город. То есть, чтобы впоследствии можно было его соединить хотя бы одним тоннелем. Итак, вот это и вот это, вот это и три ячейки, которые мы можем выставить данный город. Причем, если мы выставим сюда или сюда, бонуса мы никакого не получим. Однако, выставляя его в центральную ячейку, здесь указан специальный бонус подняться на единицу по треку федерации, а также получить еще одну карту из колоды. Но мы выберем вот эту ячейку, чтобы продвинуться ближе к метрополии, которая находится у нас слева. На этом ход игрока, в принципе, оканчивается. И да, я забыл сказать, что в конце хода игрок обязан добрать одну карту из колоды. И на руке у игрока не может быть никогда больше трех карт, если только у него выложены специальные дополнительные карты, которые позволяют ему это делать. Так что игроку необходимо будет сбросить определенное количество карт. Ну, к примеру, мы сбросим вот эту вот подводную фабрику и, ну, к примеру, биохимические строители. И оставим себе вот эти вот карты. Так, переходим к следующему действию в зеленой зоне. Это постройка двух заводов. И здесь, выкладывая сюда свою фишку, мы можем взять два. До двух заводов, как бы, и построить их на любых ячейках, которые у нас есть здесь на планшете. Стоимость данного вопроса это по одному кредиту за каждый завод. Однако, данные заводы можно построить вообще в любой ячейке, которая есть на поле, кроме ячейок, у которых есть вот такое пунктивное значение, пунктирная обводка, потому что это специальные ячейки, на которые можно строить только тогда, когда позволяет сделать эта карта, либо же одна из ячеек на поле. Так вот, вот эти вот три ячейки возле каждого города, в принципе, можно занимать. И не обязательно, чтобы город уже был построен. Мы можем, к примеру, выложить одну вот сюда, один завод, а второй завод вот сюда. То есть, главное, чтобы потом приносил этот завод какие-то дивиденды, необходимо будет построить здесь свой город. Ну, а кроме того, еще соединить его тоннелями вместе с своим главным центральным городом. Переходим к красным действиям, и, как я уже говорил, данная ячейка позволяет у нас купить одну из карт, специальных карт, которые есть у нас здесь. Ну, если игрок хочет взять верхнюю карту из колоды специальных карт, он может просто ее себе забрать на руку. Ну, а если вдруг она ему не нравится, то он должен ее положить под низ и, в принципе, взять себе три карты, из которых он может выбрать одну, а после две остальных отправить под низ колоды. Но, что самое главное, после этого все равно необходимо вскрыть одну верхнюю карту, чтобы она лежала всегда в открытую. Данные карты, как я уже сказал, бывают у нас с ценой один или два кредита, но также на них указывается и цвет. Красный, желтый и есть еще и зеленые карты. Так вот, чтобы активировать данную карту, все так же необходимо выставить свою фишку на определенный цвет действия, а после разыграть карту, которая будет соответствовать данному действию, и тогда можно будет ее активировать. К примеру, как данная карта, это бесконечная карта, каждый раз, когда мы строим любой город, мы продвигаемся по треку федерации на две единицы. Или, к примеру, данная карта, которая у нас выкладывается перед нами, ее можно активировать при помощи определенных ячеек, и она говорит нам следующее, что мы можем бесплатно построить тоннель и сразу бесплатно его улучшить. Однако, вот эти кредиты, это цена, которую игроку дополнительно необходимо уплатить, когда он разыгрывает данную карту. И если он не может уплатить данную цену, либо не хочет этого делать, он просто должен отправить данную карту под низ колоды в сброс. Но есть же еще и специальные карты, которые дают нам финальные бонусы, и это уникальные карты, но и цена у них довольно большая. Они стоят аж по целых три кредита. Ну и здесь мы получаем в конце игры победные очки. За каждую улучшенную лабораторию мы получим по два очка, причем неограниченное количество этих лабораторий может быть на поле. Ну а если мы имеем город, в котором у нас есть три различных здания, мы получим три победных очка. Или же у нас есть в одном городе сразу по две улучшенных фермы, мы получим три победных очка. Ну и конечно же эти карты все так же необходимо разыграть, чтобы они лежали перед вами, чтобы они в конце игры могли принести победные очки. Со специальными действиями мы разобрались. Ну и конечно же игрок каждый раз должен разыгрывать одну из своих карт, потом ее активировать, выкладывать перед собой и соответственно добирать в конце хода еще одну карту. Итак, данная ячейка позволяет получить два столепласта и одну водоросль. Здесь же мы получаем возможность первое, построить тоннель. И второе, взять одну карту и активировать с буковкой А, которые лежат перед нами. Это конечно же мы можем сделать в любом порядке. Не обязательно сначала строить тоннель, а потом активировать. Ну к примеру мы хотим поменять один столепласт на одно биоволокно, что довольно таки выгодно. Мы поворачиваем карту, которую мы только что активировали и соответственно производим обмен. Потому что биоволокно это уникальный джокерный ресурс, который в принципе может заменить либо водоросли, либо же столепласт при строительстве. А после конечно мы можем построить наш тоннель. Итак, что такое тоннель и для чего он нужен? Во-первых, у тоннеля есть обычная и такая улучшенная сторона. Улучшенная она приносит победные очки, обычная просто соединяет два города. Для чего они нужны? Для того, чтобы можно было соединить в сеть все наши города, которые есть у нас здесь на планшете. Потому что по факту только те города, которые находятся в сети, могут приносить различные бонусы в фазу производства. От тех зданий, которые построены в данном городе. Так вот, чтобы построить один из тоннелей, необходимо заплатить один столепласт и один кредит. И выкладывая соответственно данный тоннель, мы соединяем эти два города уже в цепь. И они уже оба будут нам приносить дивиденды от построенных зданий. Да, кстати, про данные карты активации. Если она лежит боком, то ее соответственно активировать нельзя. А растапаются они лишь тогда, когда у нас будет фаза производства. Точнее, после данной фазы. Но некоторые из карт позволяют нам переворачивать данные карты активации и впоследствии их активировать снова. Но это нужно найти еще эту специальную карту и ее соответственно активировать. Если игрок, строя тоннели, достроил его до метрополии, то есть соединил цепочкой тоннелей с главным зданием, он получает и бонус от данной метрополии. В данном случае это мгновенный бонус. Игрок получает у нас три столепласта и два победных очка. Ну а если же было бы достроено до данной метрополии, то соответственно он получил бы у нас столепласт и науку. И каждую фазу производства он бы получал еще и одно победное очко. Ну а если же вот таким вот образом было бы построено до данной метрополии, причем на данной метрополии у нас необходимо построить аж целых два тоннеля, чтобы соединиться с ним, то в конце игры он бы получал очки за специальные карты, которые есть у игрока. Причем, что самое интересное, все специальные карты, которые разыгрывает игрок, они никогда не уходят в отбой, даже если это мгновенные карты. Он всегда их оставляет возле своего планшета или под ним. Итак, следующее действие на красных ячейках, это построить две фермы, либо же две лаборатории. Цена, как всегда у нас указается на планшете, две фермы у нас стоят по одной водоросли каждая, а две лаборатории у нас стоят по одному столепласту за каждую. Причем мы не можем раздробить, построить одну ферму, либо же ферму и одну лабораторию. Мы должны построить две тех или две тех. Ну, к примеру, мы сейчас можем построить две фермы. Одну разместить здесь, а вторую разместить, к примеру, в этом городе. И за это мы заплачиваем, уплачиваем два водоросли. Ну и, конечно же, можем еще активировать одну из наших карт, к примеру, поменять одну науку на две водоросли. И, в принципе, мы уже закончили даже красные ячейки, теперь у нас остались только желтые ячейки, с помощью которых мы уже получаем очень крутые бонусы. К примеру, как здесь. Мы можем построить один из городов, симбиотический или несимбиотический, кроме того, еще построить одно дополнительно здание. Здесь же мы получаем возможность апгрейдживать наши здания, либо же получать две науки, в зависимости от того, что нам нужно. Причем апгрейдить можно аж до целых трех зданий. Что такое апгрейд? Апгрейд это, понятно, улучшение. Для чего оно нужно? Для того, чтобы это здание приносило нам больше пользы, больше дивиденды при фазе производства. Так как обычное здание, когда будет находиться в сети городов и, соответственно, в данном месте будет построен город, оно будет приносить нам либо одну водоросль, либо один кредит, одну науку, либо же один кредит, в зависимости от того, какое это здание. Но если оно будет улучшенным, то уже у нас увеличиваются бонусы, которые оно дает. Ну а если вдруг в одном городе у нас будет построено два одинаковых здания и они будут улучшены, ну, к примеру, в данном здании, в данном городе мы построим две улучшенных фабрики, то тогда мы переходим уже в третью ячейку, где у нас указываются уже супер бонусы и, соответственно, за две фабрики мы получим три водоросли и три победных очка, что очень-очень круто. И да, строить можно как разные здания, так и одинаковые, но и здесь кроется небольшая загвоздка, потому что в конце игры мы будем получать очки за различные типы зданий, которые у нас находятся в нашем городе. И чем больше различных типов у нас будет зданий, но их всего три, тем больше очков мы получим. То есть если у нас будет, к примеру, один тип зданий, это три очка, за два разных типа зданий это четыре очка, за три это шесть победных очков. Но за фазу производства мы будем получать больше победных очков, если у нас будет много улучшенных зданий одного типа в городе, как, к примеру, здесь. То есть это такие вот весы, которые немножко уравновешивают эту ситуацию, вы хотите получать бонусы по ходу партии, либо же очки в конце игры, что довольно-таки интересно. И да, с помощью этого действия мы можем, конечно же, улучшить до трех зданий, причем различных, но за каждое из зданий при улучшении мы должны будем заплатить одну науку. Причем, все равно, какое это здание, это у нас одно из ферм или же это тоннель, все равно это стоит одну науку. Но тоннели, конечно же, просто переворачиваются и просто будут приносить нам победные очки по ходу фазы производства. Данная ячейка дает нам возможность построить два тоннеля, ну а это позволяет активировать одну из карт с буковкой А и также получить два различных ресурса. Это у нас водоросли, сталипласт, либо же науку. Но два жетона должны быть обязательно разными. Немного забыл рассказать про ячейку бесплатного действия. Здесь можно делать всегда неограниченное количество действий игроками. И когда игрок выкладывает сюда свой жетон, он должен сбросить одну из своих карт. И она не будет активирована в любом раскладе, но зато он получит две дополнительных карты, еще и два кредита из банка. Ну а при игре на 3-4 игрока в игру вступает еще и жетон дополнительного действия. И игрок может взять его, причем только один игрок может его активировать. Он берет его и уплачет один жетон кредита и может выложить свой жетон на абсолютно любую уже занятую ячейку. Ну и после этого данный жетон забирается игроком и в конце раунда он только возвращается в общий пул. После того, как игроки активировали все свои действия и выложили фишки на пуле, раунд у нас завершается. И мы обращаем внимание на вот этот вот трек федерации, который здесь есть. И должны поменять порядок хода на следующий раунд в зависимости от правой стороны. Итак, первым будет у нас ходить синий игрок, а вторым будет ходить оранжевый. И, соответственно, синий он становится на четвертое деление на треке федерации, а оранжевый на третье. Если было бы больше игроков, то, соответственно, предпоследний игрок бы стал на двоечку, а последний на единичку. Вот так вот. Это некий бонус для того, чтобы немножко уравновесить ситуацию с преимуществом первого игрока. Ну и кроме того, конечно же, оранжевый игрок получает еще бонус, тот, который написан на его ячейке. Но если бы он стоял выше, то, соответственно, он получил бы бонус еще и предыдущих ячейк также. Ну а маркер на данном треке поднимается на следующую ячейку. И если вдруг он доходит до ячейки, на которой нарисованы шестеренки, то значит, что все, у нас начинается фаза производства. И это происходит в конце четвертого раунда в первой эре, в конце седьмого раунда в, соответственно, во второй эре, и в конце десятого раунда в третьей эре. То есть, по факту, в первой эре у нас 4 раунда, в остальных по 3 раунда, и происходит фаза производства. Как же она происходит? По ходу фазы производства наше здание, а также, возможно, некоторые города приносят нам различные бонусы. И все это, конечно же, указывается на данном планшете. Итак, смотрим в данную ячейку обычных зданий. Здесь у нас есть одна лаборатория, которая приносит одну науку, а также одна ферма, которая приносит одну водоросль. Наши обычные тоннели приносят нам один кредит. А теперь смотрим сюда. Первое. У нас есть улучшенный опреснительный завод. И смотрим уже не по первой ячейке, а по второй. Это один кредит и один биоволокно. И еще у нас есть две улучшенных фермы. И, значит, если они улучшены, мы должны были бы посмотреть сюда. Но нет, мы смотрим сюда, потому что у нас есть две улучшенных фермы. Это три водоросли и три победных очка. Что очень-очень круто. Ну и также у нас есть еще и вот такой вот специальный улучшенный тоннель, который приносит нам одно победное очко и один кредит. Ну а здесь у нас также есть одно здание. Однако оно не приносит победных очков, так как у нас нет здесь города, который бы дал на какие-то бонусы. Но зато мы получаем бонусы от Метрополии, потому что, в принципе, она находится в нашей системе, в нашей сети. И этот бонус это одно победное очко, что тоже довольно-таки круто. Ну и кроме того, мы еще получаем два победных очка за то, что у нас есть симбиотический город красного цвета, который написано вот здесь. Ну а после того, как получили мы все ресурсы, необходимо теперь прокормить наши города. И каждый из городов, вне зависимости от его типа, всегда съедает одну водоросль. То есть, соответственно, наши два города, белый и красный, употребляет наши две водоросли. После фазы производства необходимо заменить колоду Эры. И, соответственно, первая колода полностью уходит из игры, а в игру вступает у нас вторая колода розового цвета. Каждый игрок сразу же получает по три карты из данной колоды. После этого необходимо объединить все свои карты, которые есть на руках, и выбрать три карты, которые он оставит на начало новой эры. Ну, к примеру, это будет данная карта, данная карта и данная карта. Остальные же карты у нас уходят в сброс. Таким образом, наш маркер продвигается все вверх и вверх, и игроки выкладывают свои жетоны на поле, активируют различные ячейки, а также выкладывают карты, активируют их. Но что самое главное, что необходимо всегда следить за теми картами, которые у вас лежат вот здесь, вот в вашем отдельном пуле, который вы разыгрываете. Потому что они дают очень много различных бонусов, и нужно всегда следить за ними. Ведь здесь вы, к примеру, имеете возможность каждый раунд один раз поменять один кредит на один сталипласт, либо же одно белое волокно на данную комбинацию. Не забывайте, что когда вы разыгрываете карту, которая не подходит под комбинацию, то есть под цвет ячейки, вы получаете один сталипласт, вы можете держать плюс одну карту, и это очень много. Кроме того, есть еще карты, которые действуют только в фазе производства, и про них тоже никогда нельзя забывать, когда разыгрываются на фазе производства, потому что очень много очков можно получить с этих карт. Но кроме того, я забыл рассказать еще про три карты договора, которые здесь есть со спецкомпаниями. С ними можно играть, а можно и играть без них, это не принципиально. Но что самое главное, это по ходу игры некие цели, которые игрокам можно достичь и получить определенное количество бонусов, победных очков и, возможно, ресурсов. Как, к примеру, вот здесь. Как только игрок строит два улучшенных тоннеля и две улучшенных фермы, он получает бесплатную постройку завода, один кредит и четыре победных очка. Либо же здесь, когда вы построили все улучшенное, хотя бы в единичном экземпляре, пять победных очков. Либо же здесь, достроили до двух метропулей, получите одну ферму, один водоросли и три победных очка. И как только игрок это сделал, он забирает одну из этих карт и больше она уже не участвует в партии. Как только наш маркер доходит до последнего деления с фазы производства, соответственно, начинается фаза производства. По ходу игроки, конечно же, получают различные бонусы, кормят города. Да, кстати, если игроку нет возможности прокормить город с помощью водорослей, он должен заплатить обязательно биоволокно. А если же и это он не может сделать, то тогда он должен заплатить три победных очка за данное действие. Ну и тогда, в конце фазы производства третьей эры, мы подводим финальный подсчет очков. И он идет уже по специальной таблице. Итак, сперва. Первая приносит нам специальные метрополии победные очки, на которых мы смогли достроить наши тоннели. И данная метрополия нам приносит два победных очка за каждую специальную карту, которая есть у нас. У нас есть всего одна специальная карта, мы только одну разыграли, то есть мы получаем два победных очка. Те карты, которые есть у игрока на руках, в данном случае не считаются. Дальше считаются наши карты с часиками. И за них мы, соответственно, получаем победные очки. Итак, в конце игры мы можем получить одно победное очко за комбинацию одного знания, одной науки, плюс один сталипласт. Также одна наука и один водоросль дают нам одно победное очко. И за каждую улучшенную лабораторию мы получаем по два победных очка. То есть в данном случае вот эта лаборатория, которая состоит из двух ячеек, мы получаем два очка. Два очка здесь, два очка здесь и два очка здесь. Итак, в сумме, соответственно, у нас 8 победных очков. И как я уже говорил, в конце игры мы получаем еще очки за то, сколько различных зданий у нас находится в данном городе. То есть, к примеру, этот город нам приносит 6 победных очков, так как здесь три различных типа здания. Раз, два, три. Ну а этот город принесет всего 4 победных очка, так как здесь только есть у нас лаборатория, здесь у нас есть завод опреснительный и есть еще и ферма. Этот тоже самое принесет нам 4 победных очка, и этот 4, и этот 4. А данный город вообще не принесет победных очков, кроме этих двух После этого необходимо конвертировать все наши ресурсы, которые у нас есть вот здесь вот В кредиты, а после кредиты поменять на очки Четыре каждого кредита будут стоить нам победных очков И все, тот игрок, который набрал наибольшее количество победных очков И будет в принципе объявлен победителем Но что еще хотелось сказать То, что на самом деле все карты, которые есть у нас в игре Они улучшают и усиляются по ходу партии В зависимости от эры Ну это в принципе логично, да Но на самом деле третья колода это просто невероятная колода Из-за того, что она дает просто мощнейшие бонусы по получению победных очков Если вы по ходу партии с помощью тех колод Вам приходилось просто немножко развиваться И получать некие бонусы, да Чтобы простроить свой вот этот механизм С помощью которого вы будете получать различные ресурсы То третья колода это именно уже максимальный прирост в победных очках Да, конечно, здесь есть и просто крутые действия Как, к примеру, здесь поменять за одну науку на одно победное очко На один кредит и на одну карту Что довольно-таки круто, да Либо же здесь вы можете построить город со скидкой в один кредит И один жетон водорослей Ну в принципе очень круто, да Либо же здесь вы можете заплатить один кредит Чтобы немедленно выполнить действия любой свободной желтой ячейки действия То есть просто так выполнить одно действие ячейки В общем, очень много действительно очень крутых действий, но, конечно, еще круче являются вот эти вот специальные карты, которые необходимо сперва добыть на данной ячейке, а после их уже выложить из руки и активировать, что тоже довольно-таки сложно сделать. Кроме того, у нас есть еще и уникальные персональные планшеты, они у нас двусторонние, и если данная сторона у всех одинаковая, то это у всех разное. И, соответственно, здесь мы получаем новые опции, как, к примеру, стоимость строительства даже для обычных зданий, либо же каких-то тоннелей, но и преимущества, которые они приносят. К примеру, здесь нам необходимо заплатить при постройке одну водоросль и одно белое волокно за данный тоннель, но получить тройной бонус при производстве за данный тоннель. Либо же здесь при постройке данного города мы платим 5 кредитов, но получаем 5 победных очков за это, либо же здесь получать постоянно одну науку за постройку данного тоннеля. Ну, при постройке данного тоннеля, но и стоит это один сталипласт. В общем, действительно очень круто. Ну что ж, подводные города это прям, ух, хорошо. Я вообще люблю евро, в которых нужно сопоставлять несколько параметров, комбинируя которым можно получить больше пользы. Так и здесь, в принципе, в свой ход нужно выставить жетон действий и разыграть карту, которая при совпадении цвета даст дополнительный бонус. И это очень круто, потому что хоть с одной стороны это частично и ограничивает игроков, временами подталкивая выполнять не самые выгодные действия, но зато с использованием бонуса самой карты. Но с другой стороны заставляет планировать свои действия наперед и отбирать карты для этих вот ячеек. И благо, конечно, возможности пополнить руки здесь есть, тем более в конце каждого хода мы получаем одну карту. Но на самом деле это становится иногда чуть ли не краеугольным камнем, потому что бывает оставляешь одноцветные карты, и это действительно очень сложно играть с такой рукой. Да и вообще, розыгрыш карты это основа для выигрышной стратегии, именно попадания карты в цвет ячейки. Ведь большинство возможностей, будь то добыча ресурсов, постройка опреснителей, или ферм, или апгрейд зданий, все можно получить именно от карт. Да и очков насыпаться может немало, особенно, как я уже говорил, про третью эру. Правда, по ходу партии у игроков собирается не так мало различных карт, даже не считая помощников, за которыми приходится очень сильно внимательно смотреть. Потому что, когда я играл, на самом-то деле половина из свойств ты просто пропускаешь мимо своих глаз. И это действительно ведет только к проигрышным стратегиям. Ну да, конечно, большая часть стратегии вообще игрока идет именно от разыгрывания карт, ведь создав мощный движок, вы получаете возможность дополнительно зарабатывать новые действия, особо не прилагая усилий. Кроме всего этого, что мне еще понравилось, это идея с определением порядка хода, которая у нас находится вот здесь вот на треке Федерации. Да, это в принципе не какая-то там новая механика, что-то передвигать по треку, игрок получает возможность ходить впервые. Но здесь это еще приносит и дополнительные бонусные очки, причем, что самое главное, что когда ты ходишь более позднее, ты получаешь сразу некоторые бонусы в начале своего хода. И это еще один кусочек в общей мозаике возможностей. Иногда это как спасительный круг добавляет нужных ресурсов всего за одну активацию какого-нибудь зеленого действия. Да, конечно, главной фишкой в игре все же является менеджмент ресурсов. А ведь именно они являются отправной точкой во всех начинаниях. И тот, кто может правильно построить города с заводами и фабриками, сможет получать постоянный прирост ресурсов. Ну и тут кроется, конечно, оборотная сторона монеты, которая заставляет строить различные здания в каждом городе для получения большего количества очков, но не ресурсов. Но зато, если ты хочешь получать больше ресурсов, то тогда строить придется однотипные здания и улучшать их в этом городе. Жертвы, конечно, очками в конце игры. И да, как я могу не затронуть специальные карты? Они реально очень-очень крутые и дают очень мощные бонусы по ходу партии, так и в конце. Да, но они даже круче, чем в третьей колоде. Но для их розыгрыша, по факту, нужно сначала встать на ячейку красную, да, с буковкой S, а только впоследствии разыграть эти карты. Причем они еще и занимают одну ячейку как бы на руке у тебя, да. То есть целых два действия необходимо потратить на их внедрение, что довольно-таки немало. Да, еще, знаете, многие сравнивают игру с покорением Марса. Я бы не сказал, что они очень схожи. Да, возможно, мы тоже составляем движок, разыгрываем карты, получаем действия. Но вот сам способ розыгрыша этих карт очень разнится. И этим игра заставляет чувствовать себя абсолютно по-разному. В общем, в подводных городах действительно есть множество различных мест, где нужно хорошенько пораскинуть мозгами. И кроме карт, те, что есть у вас на руках, ячеек действий, есть и специальные карты для финального почета, и различные метрополии с бонусами. Это не говоря еще о двухсторонних планшетах игроков и дополнительных картах вот этих вот контрактов. Сама же игра идет, конечно, по-разному на двоих и четырех игроков, но огромной разницы в принципе нет, так как прямого конфликта в игре между игроками тоже нет. Но остальное масштабируется обратной стороной пуля с большим количеством действий, которые у нас есть вот здесь. Но все же всегда напряжение хорошо чувствуется, ведь на пуле все-таки есть более вкусные ячейки с действиями, которые игроки стараются занимать в первую очередь. Ух, ну что ж, это все про подводные города. Надеюсь, вам понравился данный обзор, а еще больше, если он был для вас полезен, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий под видео. Всем этим вы поможете каналу в развитии. Любите настолки и играйте в них. Но с вами был Артем и канал Beaver Games. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok